Всем привет! С вами Алекс с канала Бериллаб. Работаем с картами, смотрим погоду на ближайшие дни, а также делаем выводы о катаклизмах. Но обращайте на себя внимание, смотрите, сколько выпусков подряд. Мы говорим про Азоры и Мадейр, вот эта зона, и здесь все какие-то штормы ходят, бродят, как-то непогода у них. Немножко вот здесь вот ближе к побережью Африки, Средиземноморья. Ну и смотрите, Стамбул опять никак не прогреется, в середине дня плюс 8. Вот, рядом София вообще плюс 5. На юге России тоже, смотрите, Ростов, на Дону плюс 5. Более-менее теплее в Краснодаре, но вот здесь вот все-таки происходят осадки, также чуть-чуть в западном Казахстане. Совсем мелкие осадки происходят в Украине, в центральной части России. Вот, а на северо-западе вот здесь вот все по-серьезному. Смотрим вот север Германии и вся Прибалтика, то есть все вокруг Балтийского моря. В общем-то дождь, а чуть севернее, смотрите, здесь между Шотландией, Норвегией, прям такая полоса холода идет, такой снег прям, атака идет явно. В ближайшие дни все это упадет на Европу и будет резкое похолодание. На севере здесь, ну, такие, довольно-таки приятные температуры, хочу сказать. Смотрите, здесь, видать, теплый сектор циклона, в Мурманске плюс 4. Сравните, Ростов-на-Дону и Мурманск примерно одинаковые температуры. Вот так вот. Так, ну, и восточный, если посмотреть, то здесь плюсы, на Урале плюс. Вот, ну, и далеко не уходит, все-таки держится около нуля. В районе Норильска здесь тоже около нуля снег идет. В Сибири хорошая погода, смотрите, приятные температуры. В Абакане плюс 11, в Барнауле плюс 11, вот, в Иркутске плюс 8, здесь немножко прохладно, ветерок. И вот здесь вот снег с дождем на Дальнем Востоке, но температуру плюсовые. Вот северные здесь, конечно, уже на границе с Якутией, здесь минусовые, в Якутске минус 12, вот, в Магадане минус 9. Видите, на Камчатке, ну, и снежок идет, на Камчатке тоже снежно, но вот здесь циклон идет от Чукотки. Смотрите, какой циклон-то небольшой, а от него хвост идет довольно-таки мощный вот сюда, вот, к востоку от Японии, но никому вроде не угрожает. Где сейчас надо выносить предупреждение? Смотрите, юг Мьянмы, тут явно проблемы, да, но и в Таиланде, вот, как уже говорили, начался сезон дождей. Таиланд, Лаос, Южный Китай тоже, здесь сейчас начнутся потопы. Вот, если посмотреть южное полушарие, то здесь около Австралии здесь штормы, 1-2, вот, но здесь они угрожают, точнее, прошли уже через Тимур. Все видели новости, там потопы, больше 20 человек погибло. И на востоке Австралии, кстати, обратите внимание, тоже штормы сейчас оказывают большое влияние. Ладно, давайте теперь перелетим в Америку. Ну, традиционно Аляска, Запад, Канады. Это практически в каждом выпуске. Если вы не знаете, где плохая погода, можете вот всегда честно говорить про Запад, Канады. Так, в Монтане плюс 8, около Кудзонового залива здесь небольшие такие снегопады происходят. Так, и на востоке Канады, на востоке Канады очередной шторм. Мы видим, вот, пришел на новую Скотию и немножко нефаулинит, судя по всему, заденет. Само континентальное США вроде бы как без проблем. Сейчас немножко гроза вот в Суринам, Гаяна, северо-Бразилии, немножко северо-Аргентины, на юге Чили здесь немножко дождливо. Ну, в целом-то и все. Вот эта штормовая система не дошла до Мадагаскара. Она находится чуть-чуть юго-восточнее от Мадагаскара. Так, ну, давай теперь посмотрим, как это все будет меняться в ближайшие дни. Вот, смотрим. Видно, что на Кавказе и на Нижнем Поволжье вот здесь вот дождевая система будет сегодня к вечеру. Судя по всему, это штормовая, да. И вот вторжение холода вот такой вот полосой. Сегодня пройдет снегом с дождями по горам в зависимости от высоты. И практически от Карелии вот до Франции вот таким полусерпом. А за ним вот идет такой прорыв холодного воздуха. Видно, что он собирается и прямо устремляется сюда, в Западную Европу. Так, завтра что будет? Ну, снега. Да, пойдет снег с дождем. В общем-то, будет очень холодно в Европе. Вот. А циклон сосредоточится вот здесь по Волжье, на границе с Казахстаном. В общем-то, сформируется как классический циклон. Из-за всего движется он в сторону Урала, я думаю. Ну, да, в сторону Южного Урала идет. Здесь, на Дальнем Востоке, в общем-то, снегопады. Вот здесь Приморье, на Камчатке. Чуть-чуть, может быть, Чукотку заденет. В общем-то, на этом и все. Да, зато начинает портиться погода вот здесь вот в северных штатах США. Какая-то полоса формируется, вот, которая потихонечку сдвигается в зону Великих Озер. Ну, давай теперь посмотрим, какие у нас температурные условия. Температуру у нас, в общем-то, сейчас видно ночь еще. Ну, раннее утро в США. Ну, температура вполне приемлемая для весеннего сезона. Холода все остались в Канаде. Вот. В Европе еще пока тепло, но уже и не жарко. Тепло более-менее в районе Каспия сейчас, вот, в Средней Азии. Ну, в общем-то, и все. Видно, что даже Китай, вот, тепло на самом-самом юге только. Тепло это Пакистан, Индия, вот, Мьянма, вот, ну, и Индокитай. Видно, что даже вот Северная Африка до сих пор там еще чувствуется прохлада, такое влияние, да, на западные территории. Ну, на востоке здесь Аравия вроде бы как немножко устаканилась. Так, днем сегодня в США будет прекрасная погода. Видно, что такое прям тепло. Настоящая весна до Великих озер доходит, даже чуть-чуть в Канаду переходит. Вот. В Восточной Европе тоже идет потихонечку потепление. Смотрите, здесь двигается тепло с Западной Европы на Восточную. И завтра утром в Западной Европе видно, что морозы. Морозы, смотрите, практически до Италии и Испании. Все страны, которые севернее, вот, будут испытывать холодную погоду. Ну, в общем-то, давайте посмотрим днем, что будет в Восточной Европе. Ну, немножко потеплеет, ну, не сказать, что прям жара придет, но нормально будет весенняя погода. И задувать хорошо вот сюда, в сторону Мурманска. Вот. Температура будет весьма приемлемая. Вот. Ну, теплые будут только в Средней Азии. То есть, это Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Вот. Давайте увеличим, посмотрим, какие температуры. Ну, вот видно, что, да, плюсовые температуры, но не выше плюс 10. Выше плюс 10, и то ненамного, это только самый юг. Все, что севернее, вот, слабый плюс. Вот. Ну, днем в Европе там хоть немножко прогреется, да, плюс 5. Вот. А нормальная температура, видно, что вот только практически в Туркменистане. Так что высокие температуры не спешат на большую часть Евразии. Пока скромно очень все развивается. Так. Теперь давайте посмотрим, как это будет меняться уже 14 апреля, середина месяца. Ну, что хочу сказать. Ситуация очень странная. Потому что такое ощущение, как будто я не на 2 недели вперед, не на 10 дней вперед переместил, а на 2 недели назад. Потому что, смотрите, большая часть Азии будет под влиянием морозов. Это как так-то. Смотрите, Приморье, Китай, Северная Корея, даже Южная Корея, даже Япония. Даже Япония будет во власти морозов. Вот. Тепло будет вот только в Туркменистане чуть-чуть. И, может быть, вот здесь, вот в Центральной Европе. И то недалеко. Вот. Хорошая погода будет только в Северной Америке. Это США и, в общем-то, чуть-чуть в некоторых регионах Канады. Ну, какой-то странный прогноз, вам не кажется? Давайте посмотрим, как это в плане давления. Ну, низкое давление будет на большей части Азии. Вот. В Центральной Азии будет высокое давление, в Китае высокое. И в Восточной Европе будет высокое давление, и в Западной тоже. Очень странный прогноз. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. А с вами был Алекс, канал Берегдапш. Отличного поражения.